А теперь персонаж, которым известно гораздо больше, это Александр Ярославович Невский. Он нам для истории предков Дмитрия Донского невероятно важен. Написано о нем очень много, еще больше о нем слышано, еще больше смотрено. Не будем даже углубляться в разнообразные мифы, легенды и предания, которые окружают этого. Судя по всему замечательного во всех отношениях человека, так или иначе, между 1252 и 1263 годом Александр Ярославович был великим князем Владимирским. Вообще он изначально переславлен Залезским владел, это его изначальное дело. Биографию не буду рассказывать по совершенно понятным причинам. Отмечу только, что у него было 4 сына, и нам очень важны, собственно говоря, трое из них. О старшем вообще Василии практически ничего не известно, кроме имени. Известно, что он там в Новгороде вроде как сидел, как отцовский наместник, и все. Старшего князя звали Дмитрий Александрович, второго звали Андрей Александрович, и третьего звали Даниил Александрович. Еще раз повторяю, второй, третий, четвертый сыновья Александра Невского. После кончины в 1263 году отца, великое княжение Владимирского, он наследовал старший Дмитрий Александрович, который находился в тяжелейшей контре со своим младшим братом Андреем Александровичем. Андрей Александрович по отцовскому разделу получил городец. Это современная Верховная Волга. Надо сказать, что между братьями были какие-то абсолютно зверские отношения, труднообъяснимые даже. У нас бывали, мы еще поговорим о кровавых распрях, которые имели место между князьями Рюриковичами, но это были, как правило, удельные князья, владевшие разными княжествами, ну как Москва и Тверь. А тут, что называется, в одной семье. Более того, не до конца понятно, какого рода претензия Андрей Городецкий имел к старшему брату. Все-таки, согласно русской традиции наследования, старший должен был великим князем быть. Тем не менее, между ними 11 лет продолжалась борьба. Причем Андрей Городецкий прибег, что называется, к подлому приему, он позвал татар. Кончилось все в 1293 году, когда городецкий князь привел на старшего брата царевича Тудана, дюдень русских летописей. Это сын хана, прошу прощения, младший брат хана Тахты, который правил в это время в Орде. И, собственно говоря, великий князь был изгнан, бежал в Новгород, потом пытался вернуться, в общем, неудачно. В общем, в итоге он так и умер в 1294 году. И великим княжением овладел второй брат, Андрей Александрович. И сидел на нем до 1303 года. А был, как помним, еще и третий брат, который звали Данила Александрович. Вот его участие во всех этих событиях, в распорях между братьями, в общем, до конца непонятно. Историки до сих пор спорят, придерживался он линии одного Дмитрия или поддерживал Андрея. Суть по всему, по-разному там бывало. Но для нас важно что? Что Даниил после кончины Александра Невского получил удел в Москву. Проще говоря, все московские князья, потомки Даниила Александровича Московского, и, соответственно, Александра Невского, младшего сына. И вот тут-то, и с этого времени... А это... Повторюсь еще раз, Александр Невский скончался в 1263 году. Вот с этого момента условно мы можем считать появление московского княжества как самостоятельного государственного образования уже свершившимся фактом. Уже, так сказать, безо всяких откатов, как вот с Михаилом Харабритом было. Дальше оно жило, так сказать, цвело и развивалось. Об этом мы еще чуть-чуть поговорим. Таким образом, у нас есть основатель династии, и Дмитрий Донской является Даниилом Александровичем, как вы, наверное, легко можете посчитать, правнуком. Что мы о Данииле знаем? Гораздо меньше, чем о двух его старших братьях. Тем не менее, вот где-то не позже 1263 года он овладел московским княжением. Партумпарт, что я говорил. В 1261 году он родился. В 63-м стал московским князем. И дожил до 1303 года. Ну, уже из того, что я сказал, понятно, что московским князем он стал два года. Как вы понимаете, править самостоятельно так или иначе он не мог. У нас относительно недавно было обращено внимание на один любопытный документ 15-го века. Это грамота между московским и тверским князьями. Совершенно другая эпоха. И вот в этой грамоте тверской князь сообщает московскому, даже не важно, как эти князья зовут, повторяет 15-й век, что, оказывается, были времена, когда тверской князь воспитывал маленького Даниила Александровича. И мы понимаем, кто был, собственно, его регентом. И его регентом были не два боровшихся между дабой брата, я имею в виду его дядя Андрей и Дмитрий, а сидевший в стороне тверской князь, которого звали тогда Ярослав Ярославич. Это отдельный ветвь московских князей. И это тем более любопытно, потому что буквально пройдет пара-тройка десятилетий, отношения между тверскими и московскими домами примут абсолютно кровавый характер. А начиналось все с того, что, повторяю, первый московский князь, судя по всему, свое детство провел в Твери. Во всяком случае, сомнений в этих особенных нет. Летопись знает дату его рождения, год рождения, не знает даты. Но историки довольно уверенно говорят, что, судя по всему, это 11 декабря, день поименовения Даниила Стопника. Собственно говоря, княжеский монастырь в Москве первый, который был основан Даниилом Александровичем. Это Данилов монастырь, нынешний метро Даниловская, всем хорошо известная. Собственно, не в Москве, а далеко под Москвой тогда еще, как вы догадываетесь. Это, в общем, что называется, не ближний свет по тогдашним понятиям. Так или иначе, воспитатель Даниила Александровича скончался в 1272 году. Княже в этот момент было 9 лет. И, собственно говоря, дальше мы ничего про нее не знаем. Потому что ровно в это время начинается самый острый пик борьбы его дядей. Сказал, великокняжеский стол. Где он был, с кем, как, в общем, тайна абсолютная. Но так или иначе, когда в 1294 году Андрей Александрович все-таки победил старшего брата Дмитрия Александровича и все-таки сел на великокняжеский стол, к этому моменту Даниил, похоже, уже подрос. И ему было в этот момент уже 26 лет по московским понятиям, вообще по русским средневековым понятиям. Это же возраст не то, что юношеский, а более чем зрелый. 30 лет продолжительной жизни средней, повторяю еще раз. Бывало и больше, бывало и меньше. И несмотря на то, что летописные сведения об этом периоде московской истории крайне скудны, потому что в Москве с собой летописание еще не велось, оно появится позже, слишком невелик город был. Тем не менее, имя Даниила начинает мелькать. И, в общем, историки предполагают, что, судя по всему, он все-таки принимал участие в стране братьев, но как-то аккуратно, и, судя по всему, в значительной степени ориентировался на строительство Тверским домом, в котором воспитывался. Тверь была как бы в стороне, но имела свою собственную позицию на этот счет. Не претендовали тверские князья в этот момент на великое княжение. Судя по всему, хорошо понимая, что сыновья Александра Невского слишком завязаны на ордынских ханов, просто не лезли туда, судя по всему. И вот Даниил, так или иначе, в этой, что называется, ситуации сохранил свой удел, и, судя по всему, даже не очень пострадал, хотя в 1293 году татары все-таки побывали в Москве. Мы, правда, не знаем, с какими последствиями. Судя по всему, деревянные укрепления уцелели, а вот город был точно ограблен. Это вот тот самый поход туда, напомните, я вам говорил, когда сбросил одного старшего брата, поддержал младшего. Вот Москва сдалась в этот момент, без сопротивления, и была ограблена, но не сожжена, к счастью. А совершилось все, собственно говоря, для Даниила довольно неожиданным шагом. Но в 1302 году ему удалось довольно здорово увеличить Московское княжение. Вообще, что такое Московское княжение с самого начала, об этом тоже, в общем, довольно долго можно говорить. Но представляете себе Москварику, да, вот так вот на карте. Представляете, Москварика впадает в Аку, и там находится город Коломна. Коломна принадлежала Рязани. Значит, если вы посмотрите вверх по Москва-реке, ну, условно говоря, там, где сейчас Бородинское поле, там есть такой город, Можайск называется. Вот от Можайска до Коломна там всего ничего, как вы догадывались, по реке-то. Так вот, Можайск принадлежал Смоленским князьям. Вот таковы изначальные территории Московского княжения, такая капелька. При этом, князю Данилу Александровичу удалось абсолютно мирным путем довольно здорово увеличить территорию Московского княжения за счет старого Переславля-Залезского княжения. Переславля в Залезке 60 километров от Владимира. Дело в том, что в 1302 году скончался Переславля-Залезский князь, который приходился Данилу Александровичу племянникам. Это сын вот того самого Владимирского князя Дмитрия, которого и знал младший брат. Он сидел у себя на уделе, скончался бездетно, похоже, довольно молодым и мирно передал принадлежащему владению Москве. Москва резко увеличила свою территорию. Правда, это ненадолго. Потом эти московские князи территорию отобрали, она опять вернулась в Великое княжение Владимирск. Так или иначе, это был довольно яркий жест. А в 1301 году, за год до Переславля-Залезского, Данилу ухитрился отобрать у рязанских князей Коломну. Вот это совершенно удивительная штука. Потому что Коломна, мало того, что это город небедный, он расположен очень удачно. Это торговый путь, как вы догадываетесь. Там Ака, Волга, ну далее везде. То есть город явным образом и тогда не представлял собой маленькую крепостицу. Как этому удалось, мы не знаем. Но так или иначе, Рязань решила из самого главного и самого вкусного владения на левобережье Оки. Потом она лишится всего остальных левобережных владений. Но началось все, повторяю, вот с этого. Таким образом, изначальная крошечка к моменту кончины Даниила 1303 года, в общем, уже, что называется, подросла во всех отношениях. О Данииле, повторяюсь, мы знаем очень-очень мало. В общем, даже толком не подсчитано количество его сыновей. Кстати, у него было много, там, не меньше, похоже, девяти, а то и десять. Правда, в абсолютном большинстве они скончались в возрасте добрачном. Добрачный возраст для мальчика это 14-15 лет. А те, кто пережили брачный возраст, похоже, не имели детей. Но о детях Даниила мы чуть поговорим. Не все-то было так печально. У него были дети, которые выжили. Гораздо хуже было с дочерьми. Но самое, конечно, удивительное, что русские летописи не знают имени жены князя Даниила Московского. Вернее, имя известно, но оно, а, нелетописного происхождения, оно включено в синодик, поминальник соборного храма Ростова-Великого. Как это так получилось, это отдельный вопрос. Но, повторяю, в летописях этого нет. А там оно упоминается, звали ее Грепина. То есть, жена была, на самом деле. Собственно, ее и не могло не быть. Есть основания думать о том, что Грепина была женщина непростая. Она происходила не то, что из северо-восточной России. Она проходила вообще из другой части древнерусских земель, которая была очень далеко от Москвы, из Галецко-Волынской земли. Предполагается, не без оснований, что Грепина была дочерью правившего на Галечине князя Льва Даниловича Галецкого. Того самого князя, который дал своими городу Львову, ныне существующему. То ли он его основал, то ли основал его отец Даниил Романович Галецкий, назвав город в честь сына, тут на этот счет у наших украинских историков все очень по-разному выглядит. Так или иначе, сам по себе этот дальний брак показывает, что даже тот князь, о котором мы знаем очень мало, судя по всему, играл какую-то серьезную политическую роль в русских делах. Еще раз повторяю, хотелось бы знать больше, но не знаю. То, что я вам рассказал о Галецком браке Даниила, это предположение. Правда, довольно серьезная, мотивированная, и мне она кажется вполне себе устраивающим. Ну уж если это развивает этот сюжет, то хочу сказать, что вообще тесть Даниила Александровича, Лев Данилович, состоял еще в родстве с Александром Невским. Их матери были родными сестрами вообще-то, сыновьями еще одного голецкого князя, там был такой Мстислав Удатный или Удалой, как его называют. Он упоминается в повести, что я говорю, в слове полку Игорева даже. Так что эти связи еще не порвались. Чуть-чуть попозже, связи между Западной и Восточной Русью, в общем, с остановлением Великого княжества Литовского, перейдут практически целиком только в церковную сферу. А тут еще политические были вполне себе целы с 13 века. Ну вот, собственно говоря, перед нами основатель московской княжеской династии Даниил Александрович. Так сказать, для нас интересно, я же говорил, что у него было там то ли 9, то ли 10 сыновей, те из них, которые, во-первых, выжили, и, во-вторых, имели прямое отношение к нашему сюжету. Это самый старший, которого звали Юрий Данилович, и пятый по старшинству, которого звали Иван Данилович. Это будущий Иван Данилович Калита. Но когда он родился, ни Калитой его, конечно, никто не звал. Это сыновья Данила, которым, собственно говоря, судьба уготовила быть наследниками отцовского дела. Но если о Калите написано и известно довольно много, то с Юрием Даниловичем все намного хуже. И написано о нем мало, в общем, и извести, конечно, несопоставимо. Родился он в 1281 году. В 1303 году, после кончина Данила, сводписанного отца Юрий Данилович, получил московское княжение. И еще отец его женил, так сказать, на ростовской княжне, хотя имя, которое, кстати, неизвестно. И его княжение началось, в общем, тоже с такого довольно резкого политического рывка. В 1303 году, практически в первый год, Юрий Данилович ухитрился захватить удельное княжество Можейское. Это небольшая, но очень важная территория, находящаяся, условно говоря, между московскими владениями, владениями смоленских князей на запад. Такая торная дорога и торговая, и политическая туда, в западные земли. Штука очень важная. При этом надо сказать, что Даниил Александрович, основатель московской династии, мы, во всяком случае, об этом не знаем ничего, похоже, никогда не претендовал на великокняжеский ярлык. Его держали, так сказать, другая ветвь потомков, в село до большое гнездо, но вот они, собственно, и выясняли между собой. Претензии к Даниилу на великокняжеский ярлык ничего не известно. Совершенно не так дело обстояло с его сыновьями. Вот сыновья-то на ярлык не только что претендовали, но и еще получили. То есть оба сына Даниила были и князьями московскими, и великими князьями владимирскими. Но у каждого свои истории, так сказать, и весьма в разных обстоятельствах они это получали. Все, что связано с этим периодом, так сказать, окрашено в тяжелые, я бы сказал, кровавые тона борьбы между Москвой и Тверью за Пенистону на Руси. Тверское княжество в этот момент стало постоянным, упорным соперником московских князей. Борьба эта шла естественным образом в великокняжеский ярлык. Вот когда Юрий Даниилович вступил на, собственно, на московский стул, ярлык великого князя держал Тверскую князь, которого звали Михаил Ярославич, будущий святой, погибший в ворде. И, собственно говоря, все, что связано с княжением Юрия Данииловича, и состоит из практически непрекращающейся борьбы между Тверским князем и московским за этот самый ярлык. Мы далеко не все на этот счет знаем. Тем не менее, надо сказать, что Юрий Даниилович, похоже, в отличие от своего отца, имел довольно серьезное влияние на соседних удельных князей. У нас есть для этого, так сказать, основания так думать. Но хотелось бы подчеркнуть еще одну очень важную штуку. Собственно, в княжении Юрия Данииловича, собственно, произошло резкое перемещение центра православия из Киева в северо-восточную Русь. Метрополит Максим, не выдержав тяжких условий существования в Киеве, а там просто город был разрушен, кормиться было нечего, перебрался в Владимир, а его наследник, метрополит Петр, кстати, галичанин по происхождению, собственно говоря, станет уже метрополитом русским, похороненным в городе Москва. Но это отдельный большой сюжет. Вот все это началось, собственно, в 1305 году, собственно, когда метрополит Максим перебрался в северо-восточную Русь. А для нас существенно вот что. Существенно то, что по не очень ясным обстоятельствам в 1317 году хан Золотой Орды, которого звали Узбек, это имя собственное, хотя не национальность, по совершенно непонятным причинам решил Тверского князя Великокняжеского ярлыка и передал его Великое княжение Юрию Даниловичу Московскому. Причем обставлено это было довольно решительно. Московский князь ездил специально в Орду, потом ему там дали отряд во главе с весьма серьезным ордынским чиновником, в общем, что называется. Юрий встретился с тверским князем Михаилом Ярославичем. Михаил Ярославич поговорил с ханским послом, и ярлык к московскому князю, собственно говоря, и перешел. То есть Тверь его утеряла. Дальше дело развивалось таким неожиданным образом. Повторяю, тут очень много непонятного. Есть много трактовок, но от ясности до конца нет. Потому что, казалось бы, все в общем решено. Великое княжение перешло к Москве. Тем не менее, дальше последовали военные действия между Москвой и Тверью. Михаил Ярославич вернулся в свою столицу и предпринял решительную работу по укреплению Тверского Кремля. Они в летописи отмечены. А Юрий Данилович, вместо того, чтобы поехать во Владимир, в свою новую, собственно говоря, столицу, почему-то остался ровно там, где шли эти переговоры, а не шли у Костромы. Собрал коалицию с северо-восточных князей. И на исходе осени, в начале зимы 1317 года, ровно через полгода после того, как передача произошла, отправился воевать в Тверь. В общем, не очень понятно, какова была эта цель. Но результат тут очень любопытный. 22 декабря 1317 года тверской князь Михаил Ярославич на голову разбил московского князя. Дело было в 20 километрах от современной Твери. И летописный рассказ об этом сражении повествует удивительную вещь. Оказывается, Юрий Данилович был женат вторично. О том, что он был женат, я вам говорил с самого начала, когда он похоронил первую жену вообще, и, судя по всему, он не имел от нее потомство, это, во всяком случае, мужского уж точно, это понятно. А второе, женитьбе его вообще летописи молчат. Но при этом жена была, в общем, так мягко выражаясь, неординарной личностью. Это была родная сестра правившего в арде хана Узбека. Причем летописи сохранили ее докрестили имя Кончака, крестили ее Агафьей. Вообще, надо сказать, что практика женитьбы русских князей в арде существовала очень узкая. Мы знаем всего четыре брака, кроме этого. Все четыре были заключены князьями одного дома, ростовского. Вот в этом браке много непонятного, даже не очень ясно, где он был заключен на самом деле. Но так или иначе, да, главное, непонятно, что Кончака делала, Агафья, будем называть ее, конечно, православным именем, что она делала в армии мужа. То, что мы знаем про русских женщин, это такая классика жанра. Ну что делает жена? Провожает мужа на забравах. Помните, там, слово полку Игореве, ну я не знаю, там, задончина, дальше по списку. Вот это в армии была, и она оказалась пленницей в Твери, и неожиданно, похоже, там умерла. Ну вообще, в русских летописях периодически там пишут о том, что ее князь Михаил Ярославович уморил, и даже там чуть ли не отравил, это вряд ли, конечно. Но так или иначе, скончалась она там, ровно в тот момент, когда была в Твери. Далее, в 1318 году князья поехали в Орду к хану, где Михаил Ярославович был казнен. Вообще, потом, в Твери, он был довольно быстро после казни причислен к Лигу Святых, есть его довольно пространное большое житие. Но житие – это, как известно, текст с отобранными фактами. Надо представлять, что житие пишется по определенной программе. Это, собственно говоря, жизнеописание святого. И все, что к святости не имеет отношения, все остается всегда за бортом. Ну, есть красный пример, очень хороший, житие Сергия Радонежского. А есть 10 упоминаний о Сергии летописных, а не одно только из этих упоминаний находит параллель в житии. Понимаете, да? То есть жизнь святого состоит из двух частей, как правило, идущих параллельно. Поэтому не будем к житию Михаила Тверского очень придираться, потому что там описаны суд, разнообразные претензии предъявляли. Суть, почему он был казнен за то, что у него в плену скончалась ханская сестра. Вот, собственно говоря, и вся недолга. Надо сказать, что вообще брак на сестре ордынского хана вывозил московского князя вообще в число абсолютно уникальных людей. Вообще в Орде такого рода браки не то чтобы приветствовались, но они всегда устанавливали определенные отношения между ханом и, собственно говоря, новым родственником. В данном случае кто он был? Шурин, да? Это прямо ханский. Да, так вот, ханские шурьяи это вообще очень серьезно. Орда еще в этот момент не приняла ислам. У язычников вообще такого рода вопрос решается совсем иначе. Плюс к этому надо сказать, что вообще разного рода матримониальные контакты большой ханской семьи Золотой Орды вообще считали по всему миру, вплоть до Египта. И мы знаем, какое серьезные последствия это ввело. Вот все это, казалось бы, должно было вывести второго московского князя Юрия Даниловича в совершенно особое положение и не вывело. В 1322 году хан Узбек, второе родственник, отбирает у него великое княжение и отдает его сыну казненного в Орде Тверского князя Михаила Ярославича Дмитрию Михайловичу по прозвищу Ярые очи. В летописях этот сюжет изложен так, в общем, не очень внятно. Там какой-то был финансовый спор. Сказать, ну не буду сейчас просто на него отвлекаться, скажу только, что так или иначе, вообще это, повторяю, беспрецедентная совершенно вещь. Ну потому что, повторяю, ближе родственник казалось бы нет. Да, в какой-то момент Юрий Данилович обдавил, но, собственно говоря, родство-то это не отменяет никоим образом. А если бы от этого брака еще и были дети, то получингизиты вообще находились бы, конечно, в особом положении на Руси, но у этого брака детей не было и, похоже, физически быть не могло, потому что князь женился, ну вот даже не буду уточнять, откуда это так можно догадываться, ровно в тот год, когда похоронил жену, судя по всему, в 1317-м, когда она попала в плен. Там это как-то между одним и другим прошло, в общем, очень немного времени. Так или иначе, далее Московско-Тверская вражда развивалась, так сказать, нарастающая тоже с кровавыми последствиями. Через три года после потери Великокняжеского ярлыка московский князь прибыл в ставку ордынского хана Узбека, где был убит не кем-нибудь, а тверским князем Дмитрием Михайловичем Ярой Иочи. После чего сам Дмитрий Михайлович Ярой Иочи был ханом казнен за то, что убил московского князя без ханова слова. Ну как так? Ну ничего себе, начало, да? Это еще не конец, поверьте мне. Так вот, в 1325 году Юрий Данилович ушел из жизни. Так сказать, ушел из жизни не то, что бездетом, он и вдовом ушел. И понятно, почему. Вообще, третий брак русской церковью так мягко вражесить не очень приветствовался, а он уже был в два раза женат. Надо сказать, что, правда, его сын, о котором сейчас поговорим, был женат три раза, и церковь с этим вполне себе смирилась. Но это отдельно. Сейчас мы об этом поговорим чуть попозже. А так, Юрий Данилович скончался бездетным, тело его перевезли в Москву, здесь и похоронили. А на похоронах присутствовал его единственный уцелевший младший брат, которого звали Иван Данилович, будучи Калита. И ровно в 1317 году за пять лет, сколько, за восемь лет до гибели в арте Юрия Даниловича, у Ивана Даниловича Калиты уже появился сын. Вот ровно в тот год, когда состоялся этот несчастный поход и битва под Тверью, под Бартенева. Назвали этого сына, и он всем известен, как Семен Иванович, или Семен Иванович, иногда с приставкой прозвища Гордый, о гордости чуть попозже скажу два слова. Надо сказать, что Семен это вообще его не крестильное имя. Он был рожден на святого Сазонта Попеопольского, это 7 сентября. И, собственно говоря, крещен был Сазонтом, но всю жизнь прожил под непрямым официальным именем, которым и пользовался. И, собственно, известен всем, повторяю, не под крестильным именем, под тем, который употреблялся в жизни. Надо сказать, что такая практика вообще на Руси существовала. Об этом сейчас много написано, очень любопытного. Вот это двуименность и христианская, а до этого была еще двуименность, когда князья могли владеть и христианским именем, и языческим. Вот известный всем Олег Иванович Рязанский. Олег, это же языческое имя, таких святых у нас нет. Он был Яков вообще-то по крещению. Так вот, возвращаясь к Семену Гордому, или к Семену Ивановичу, назовем его так. Он уже, повторяю, в момент кончины дяди был жив, почти 5-6 лет. А престол после кончины Юрий Даниловича пришел к младшему брату Ивану Даниловичу, который прозван Калитой. Здесь вообще, конечно, ну и все-таки, еще минут на 15 хватит вас. Все-таки я два слова хочу сказать, откуда прозвища эти берутся. Вообще, надо вам сказать, что все прозвища, которые мы знаем, князья, Донской, Калита, Красный Иван Иванович, о котором чуть позже попали, Гордый, они все нам известны исключительно с 16-го столетия, а некоторые более поздние. Вот Иван Иванович Красный, о котором мы говорим, Красного называют первым. Василий Никитич Татищев, историк 18-го века. Понимаете, тут есть большой и сложный сюжет, откуда эти прозвища взялись. Вот прозвище Калита, например, судя по всему, существовало в 15-м столетии. У нас есть одно свидетельство того, что князя, повторяю, Калита скончается в 1340-м году, это середина 14-го, в 15-м столетии его Калитой называли. Вы знаете, что Калита это сумка, и тут тоже есть как минимум два от 16-го века уцелевшего варианта объяснения. Один такой не очень лицеприятный для Калиты, другой наоборот, что он нищим помогал и вообще никому не отказывал. Вот как вы хотите, выбирайте. Но так или иначе, еще раз повторяю, прозвище все несовременные этим людям. Дмитрий Донской стал Донским в 16-м столетии. И так далее, и так далее. Периодически в разных книгах у нас встречаются еще и другие обозначения. Вдруг неожиданно московский великий князь называется Иваном III, а его предшественник Иван Калитания называется Иваном I. Откуда эти цифры взялись? Они появились в 18-м веке в результате работы историков. Вот у Карамзина, например, это, правда, уже начало 19-го столетия. Они все у него с номерками или с цифрами. Так вот, имейте в виду, что был Иван I, Иван II, кроме Ивана III, потом был еще Иван IV, помните, да, это Грозный. Но он уже был царь, а не великий князь. Вот теперь возвращаясь к имени, прозвищу Семена Гордова. Это совершенно таинственная вещь. Прилагательная Горда имела в Древней Руси абсолютно негативную коннотацию. Горда – это очень плохо. Гордыня – это один из самых больших христианских грехов. И вот что это такое, это для меня большая тайна до сих пор. Еще раз повторяю, XVI века, то есть во время, когда слово Гордый сохранял свое негативное значение, оно употребляется рядом с его именем. При этом ничего особенного, такого грустного, о нем вроде как сказать нельзя. Более того, это был князь абсолютно успешный. Но о нем мы чуть попозже поговорим. Сейчас буквально два слова об его отце, которого звали Иван Данилович Калита, о котором просто очень много сказано и написано. Он-то в учебнике как раз фигурирует, в отличие от всех остальных предков Дмитрия Донского. Скончался Калита, сразу прям перейдем к делу. В 1340 году, 1 марта, значит, это во князь жил после кончины своего старшего брата Юрия Даниловича в 1325 году. И надо сказать, что он был, с одной стороны, усердный улусник ханов, вот что называется, служил великой правдой. С другой стороны, у этого были последствия, которые отмечены летописцем. В 1340 году Иван Данилович Калита скончался, и в летописях, вслед за датой кончины 1 марта сказано, отсели бысть тишина на Руси 40 лет. Вот если 40 лет отсчитать, так сказать, от 1340 года, то вот какой у нас будет? Совершенно верно. То есть, проще говоря, внутриполитическая и внешнеполитическая деятельность Калиты обеспечила то, что было необходимо русским землям, так сказать, для того, чтобы прийти, грубо говоря, в себя. Ну, повторяю, не будем про него даже говорить, о нем столько написано, что я просто даже стесняюсь. Так или иначе, эта 40-летняя тишина, что называется, была делом рукотворным. Хотя она не взялась сама по себе, это был результат тактики, политики Калиты. А в 1339 году Калита, похоже, довольно здорово занемок. Откуда мы это знаем? Вообще все князья всегда, московские князья, во всяком случае, начиная с Калиты, подчеркнем это, составляли перед кончиной духовные грамоты. Это завещание. Вот завещание Калиты было составлено в конце 1339 года. Ну, то есть, это, в общем, такой довольно надежный признак того, что, судя по всему, за несколько месяцев до кончины он вряд ли уже был в той форме, в которой был предыдущие годы. И в октябре 1339 года, со своей духовной граммой, то он отправил трех своих сыновей. Одного звали Семен Иванович, это тот самый Семен Гордый, о котором мы уже упоминали. Второго звали Иван Иванович, это будущий великий князь Иван Красный. А третьего звали Андрей Иванович, это удельный Буровский князь, папа второго героя Куликовской битвы, Владимира Надеевича Сарпуховского. Вот сам Калита не поехал в Орду, хотя до этого ездил усердно и регулярно. Судя по всему, здоровье не позволило. Отправил своих сыновей, и сыновья утвердили завещание отца в Орде, и хан Узбек привесил в духовной грамоте Ивана Калиты собственную печать. Это единственная, между прочим, духовная русских князей, великих князей, которая утверждена в Орде печатью. Значит, что утвердил правитель Золотой Орды? Он утвердил переход и великого удельного княжения к московскому князю Семену Гордову. Напомню вам, что и дед, и отец получали великое княжение только после борьбы с Тверью, не сразу, потому что вполне взрослыми людьми. Этот получил сразу все. И то, и другое. Надо сказать, что это благоволение в Орде к московскому дому было отмечено тем, что князья вернулись с духовной грамотой из Орды. Это был ноябрь 1339 года. И тут же взялись за строительство первого дубового московского Кремля. В летописи отмечено. Вы строили зимой. Это вообще довольно редкое явление. Зимой из дерева ничего не строят. Тем не менее, как раз к моменту кончины Калиты, 1 марта, очевидно, за пару недель до его ухода в иной мир, дубовый Кремль Москвы, первый, который дубовый, до этого были тоже какие-то деревянные укрепления, мы о них ничего не знаем, был сооружен, и братья унаследовали отцовский удел, сильно расширившись, об этом я даже не буду говорить, очень влиятельный, и переинствующий среди братьев был Семен Гордый. Братья подписали между собой договор, кстати, отдельный, первый такого рода договор внутрисемейный, причем подписали у них где-нибудь аутня гроба, то есть у гроба отца. Такой вполне себе символический жест. Таким образом, Семен в 1340 году получил и великое и удельное княжение одновременно. Это дядя Дмитрий Иванович Донского. Ну, из разнообразных деяний князя Семена Ивановича хотелось бы отметить одно, он был трижды женат, и все три брака были совершенно не случайными. Это были такие резкие политические жесты. Вообще, надо сказать, что брачная политика в Средневековье, не только на Руси, это всегда вещь очень значимая для аристократии, а уж тем более для первенствующих лиц государства. Первой женой князя Семена Гордова стала дочь основателя литовского государства Гедемина. Звали ее Анастасией в крещении. До крещения звалась она Айгуста. Айгуста Анастасия стала первой великой княгиней московского из Литвы. Ну, вторая Софья Витов, наверное, все помнят, была такая воспитательница. Но это будет позже, через столетия. Проще говоря, уже с первого поколения Гедеминовича, а это была восходящая династия, которая вскоре, в середине XIV века, станет очень важным политическим игроком на международной арене. Брак был совершенно не случайен. Значит, Айгуста Анастасия скончалась, детей в этом браке выживших не было, было двое сыновей, они умерли малолетними. В 1346 году она ушла из жизни. Через год князь женился на Евпроксии Федоровне, дочери одного из вассальных московских князей. Он был ржевский князь, это верховье Волги нынешние. А через год с ней развелся. Это вообще, так сказать, сюжет с разводом, это отдельная тема. Даже не буду на ней останавливаться, это очень любопытно. Но так или иначе развелся это не случайно. Потому что ровно через год он женился третий раз в 1347 году. И его женой стал не кто-нибудь, а Мария Александровна Тверская, дочь того самого Александра Михайловича Тверского, который был казнен в Орде. И внучка того самого князя Михаила Ярославича, который был казнен в Орде. И племянница Дмитрия Михайловича Грозного Отча, который тоже был казнен в Орде. То есть понятно, да, что это был за жест? Значит, никогда, ни до, ни после московско-тверские отношения не знали такого, я бы сказал, такого благолепия, как при Семене Гордом. Как это ему удалось? Ну, судя по всему, это показатель возросшего влияния Москвы вообще на общероссийской арене. Повторяю, у Семена Гордова все отлично получалось, от третьего брака у него было двое сыновей. все кончилось в один миг на Пасху 1353 года, ибо до Руси дошла чума, вот эта самая Black Death, я когда-то, по-моему, даже рассказывал здесь о ней. Великим Гавением скончались оба княжеча малолетних, одного было года два, ну, три, наверное, другого, наверное, года не было. Значит, после Пасхи, там, через пару недель ушел из жизни сам Семен Гордый, старшая потомка в Калиты пресеклась. В этом же году от той же болезни скончался третий сын Калиты, вот тот самый Андрей Иванович, отец Владимира Андреевича Серпуховского. Кстати, Серпуховской князь появился на свет на сороковины своего отца, он отца вообще не видел никогда. Значит, и выживших остался только один из сыновей Ивана Калиты, Иван Иванович, вот, по прозвищу Красный, я уже говорил, что прозвище появилось позже, в XVIII веке. Это был, собственно, отец Дмитрия Донского. Собственно, надо сказать, что если бы все развивалось так, как развивалось безо всякой чумы, то, судя по всему, вторая и третья ветви, потому что так и жили бы себя второй и третьей ветвями. Но тут вот жизнь обернулась совершенно иным образом. Надо сказать, что о княжении Ивана Красного знаем очень мало. Он скончался через шесть лет, в 1659 году. Надо сказать, что ему пришлось опекать целую семью. Надо сказать, что к моменту кончины Семенова Гордова и после его кончины в Москве жила вдова Ивана Калиты. Калита, да, Ульяна. Она была сильно моложе его, она проживет еще 30 лет. Значит, вдова Семена Гордова проживет 45 лет во вдовах в Москве до конца 14 века. Значит, вдова скончавшегося Андрей Иванович тоже жила. То есть, этот дом состоял вообще из одних вдов и детей. А пихал их митрополит Алексей, судя по всему, потому что потом митрополиты неоднократно упрекали вселенский патриарх, что он занимался светскими делами. Ну, а чем еще заниматься, если такая ситуация? Дети, два бедня. Плюс к этому и с мальчишками тоже все было плохо, потому что Иван Иванович имел двух сыновей. Вы знаете, что князь Дмитрий Иванович был еще младший брат, которого тоже звали Иван. Ивашка, дитя русских летописей. Он тоже скончался и тоже от чумы несколько лет спустя. У Владимира Андреевича тоже был брат, старший на этот раз. Кстати, тоже звали его Иван. Иван Андреевич. И он тоже скончался от чумы. Поэтому к 1363 году собственно говоря, из огромного потомства Калиты, который в момент его кончина в 1340 году трое сыновей, позже пятеро внуков, а то и шестеро, если считать еще одного. Вот так вот все и обернулось. Вообще, надо сказать, что княжение Ивана Ивановича вообще в летописи освещено довольно тускло по понятным причинам. Во-первых, это чума. Во-вторых, мы до сих пор в общем толком-то не знаем, каким образом чума отразилась вообще на русском внешне и внутри политической ситуации. Вот что в Европе происходило, мы знаем очень хорошо. Огромное количество источников, текстов. До Камерон тот же самый, чтобы далеко не ходить. Первая глава. Мы знаем, каким образом это влияло на внутриполитические дела на европейском континенте. Судя по всему, разнообразные последствия этого страшного убийства собственно пришлись и на время правления Ивана Ивановича Красного. Но в 1359 году он скончался. И великое московское княжение перешло к его девятилетнему в тот момент сыну, которого звали Дмитрий Иванович. А великого княжения он не получил. А это уже другая история. И в следующий раз, если хотите. А сейчас пока для завершения хочу сказать, что вообще про князь Дмитрия Ивановича хоть разные мнения историков. Одни полагают его человеком некнижным, другие считают очень даже книжным. И ни под тем, ни под другим, честно говоря, никаких особенных оснований нет. Но в чем мы можем точно не сомневаться, что уж что-что о семейной памяти у московских Рюриковича была развита очень хорошо. как, собственно говоря, это была составная часть вообще-то, мировоззрения любого крупного аристократа на Руси. И князь Дмитрий Иванович, конечно, свое родословное, своих предков, все, что с ним происходило, знал, безусловно, очень хорошо. Всего, спасибо за внимание.